всем ребят привет сегодня у меня очередной выход по прошлому видео вы поняли что я нахожусь в том же доме где и в прошлый раз вернулся я сюда именно из-за того что последняя находка последний сигнал который здесь выкопал оказалась большая нательная иконка итак ребята находки меня были вот такие жалко что у меня не сохранились файлы по чистой случайности папочку с файлами этого видеосюжета я удалил и к сожалению остались только вот такие вот находки находки я почистил специально чтобы вам показать в каком они были на росте они были в таком ужасном виде что невозможно было даже прочитать номинал но как вы видите почистил я шикарно даже почистил а складень который я там поднял вот к сожалению он затерт это нательник вот христ крестовые походы которые осуществлялись молитва на грудь вешалась вот такая вот чудесная вещица нашла нашлась под полом именно под бревном здесь находится даже по ходу инициалы м х а вот такая вот штучка я просто был удивлен шокирован находкой вот потому что как-то там мусора как вы видите было полная задница по старине было еще монета деньга 1748 года сохранщик более-менее такой достойной рельеф высокий в общем почистил на скорую руку и получилось как то вот так вот так что это единственная царская монета которую я там нашел но в основном были советики советики 20 копеек 46 в очень таком бодром сохране после чистки как вы видите неплохо почистилась вообще зачетно патину я не наносил так что смысла никакого нету вот зачетные монетки получились пятачок сорок девятого года тоже хорошего такого бодрого сохрана были 60 70 40 даже так трешечка 36 ходячка была 50 копеек я тоже почистил чтобы было все наглядно в общем такое количество я поднял с предыдущего копа к сожалению видеоматериал не сохранился очень жалко я очень об этом жалею так что будем досмотреть то что имеем ну и сейчас продолжаем смотреть наш видеосюжет и я вот хочу теперь здесь и разобрать мусор который я вам показывал мусора здесь очень много повторю сейчас покажу вам вы просто ужаснетесь что ковыряясь в такой помойке но хобби нашей заключается в том что можно найти и в мусорке много интересного что порадует глаз так что видеосюжет наверное будет с этим и связано копаемся в мусорке дом у нас погорелись жильцов здесь уже давно давно нету за окном у нас идет небольшой дождик и я решил вот под таким вот навесом сегодня пошвыряться сегодня я взял с собой фонарик чтобы вам показывать что именно там поднял именно с места находки так что я думаю будет интересно и вас заинтересует поиск именно в таких домах очень много таких брошенных домов где может быть что-то интересненькое так что смотрим будет интересно итак ребята предстоит мне сегодня пошевыряться вот в этой помойке смотрите там чё мусорка жуть 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 кто бы то наверное побрезгал сюда залазить но мы не из брезгих так что посмотрим что у нас бутылок очень много поживем увидим что у нас там есть вот здесь вот я немножко загубился вышло несколько находок сейчас я вам их покажу вышла маленькая конина большая конина пуговка и вот что интересная пуговка гирька на прошлом копия с этого дома поднял деньгу 1748 года по ходу пуговицы гирька именно с того времени да кстати не обращайтесь на мои грязные руки это не грязь это краска вчера занимался своей нивой и вот такой вот у меня эффект может быть как-нибудь я вам покажу что у меня с него и произошло как я ее подготовил к зиме ну а нанес я покраску оригинального с этой стороны вот здесь вот и и бампера и снизу обшивку и днище обработал мобилью вот это знаете что автомобилисты что это такое затем нанес оригинальную аэрографию вот как вы видите к и новые листики сделал вот именно по всему борту и сзади спереди нанес вот такие вот листья это как у нас получается осенний камуфляж специалисты могут сказать зачем я это сделал но я пока это утаю зачем я нанес такие именно листья зачем я обработал машинах вот таким вот образом в принципе говорят получилось неплохо вот но кому-ка копаю я маленькой лопаткой сегодня потому что удобнее большую я использую на шурфах а в подполе нужно маленькой лопаткой снимать именно горизонтальные слои это на будущее если кто-то надумает копать сейчас вернусь где я вчера в прошлый раз копал он там вон и посмотрим весь мусор я сбрасываю в одну кучу пробок куча ладно идем дальше итак ребят выбрался я на поверхность чтобы разглядеть вот такую штучку слегка потер и появляется желтый желтый металл не знаю что это такое латунь или золото вот потер и сразу проявление пошли такая вот ерунда вина любопытно интересно с находками пока не особо еще одну монетку поднял как это наверно советская двушка на идем продолжаем вот такая двушка не знаю окаменелая на нет что за монеты какого года но по размеру на советскую двушку смахивает ладно пошукаем еще немножко может сейчас по поверхности пройдемся может быть там вот в плентусах где-нибудь в обшивке в оконной посмотрим ребят хочу вам показать то что обязательно когда находитесь таких домах проверяйте вот эти проемы над окнами здесь как вы видите находится как это пока забивали зачастую в эти проемы и вот здесь вот вдоль стыков могли запихать монетку на черный день скрывая например от жены заначку только что я прозванивал вот эти вот полости к сожалению здесь ничего нет но как факт рекомендую всем прозванивать именно оконные проемы затем дверные проемы вот потому что был у меня случай когда в дверном проеме нашел несколько монет то ли специально засунули то ли я не знаю как они там туда попали но несколько монет было именно в дверном проеме вот так вот оторвал и там монеты хотел я вот здесь вот около входа потому что большой эпицентр монет всегда скапливается около дома то есть здесь например была гардеробная или что-то в этом роде люди заходили из дома вернее в дом после дождя снега обязательно стряхивали одежду вот и монеты естественно могли падать падать куда под пол между прочим под полом я вот эту двушку советскую поднял как-то что-то непонятно здесь вход больно высокий был бы здесь крылечко можно было под крыльцом поковыряться то есть вот в этом районе тоже возможно есть находки может быть я сейчас это и сделаю внутри я уже там все как бы прозвонил где можно было то есть вдоль вдоль стен но в лучшем случае нужно добраться вот до такого вот материала и прозвонить к сожалению это не могу добраться вот по идее надо вот это все вдоль плинтуса обязательно прозванивать все находки при шурфе находится по периметру дома жалко нет чердака а то на чердаке можно было тоже посмотреть потому что когда на чердак залазит все что складывает прямо на вытянутую руку они могли заначки укладывать так что вот так рекомендую мои советы иногда на ус наматывать и не пренебрегать ими возможно и повезет и так ребят в одном из таких домов но дом был очень богатый зажиточный один мой товарищ друг вот недавно мне отписался и похвастался своим кладом который он нашел нашел он серебряный клад 86 проба период монет там было 1899 то есть он поднял золотую николаевский червонец вот продал успешно между прочим продал вот и очень много утвари серебряные серебро в стекле был сервиз там различного характера ложки вилки все чистое серебро 86 пробы вот дом тоже между прочим сгоревший вот и как бы он глядя на меня тоже заглянул в такой из домиков и поднял клад на 6 килограмм так что фортанул а мне такие клады пока еще не довелось поднять так что мы тоже ищем что-то интересное но к сожалению пока безрезультатно так что ищите кто ищет так всегда что-нибудь да находит так что продолжаем свой коп пока он не задался успешными находками так что будем продолжать итак ребят стою я вот в такой яме и яма на находится прям возле порога вот он порог очень большая была засыпка именно горелого дома наконец-то я добрался до культурного слоя выпала у меня вот такая вот пуля гильза старая гильза вот там внутри что то есть не знаю что за хреновина там вот это у нас там патрон гильза внутри патрон вот такая фиговина и вот только сейчас пошли находки еще поднял кованые вещи вот такая ручка кованая и вот такой ножичек этими ножами раньше в свое время полы чистили брали и таким вот слоем за слоем добивались чистых полов между прочим находка действительно стоящие для краеведческих музеев то есть это наша жизнь в прошлом ладно еще покопаюсь может быть какая-нибудь монетку нас попадет листва у нас уже желтеет осыпается так что скоро скоро зима помимо дома здесь еще есть постройки вот такая вот избушка это походу баня до это печки нет давно уже под снос было здесь вот труба в общем ничего интересного хотя тоже иногда в таких банях обращать внимание иногда могут быть висеть цепочки можно даже прозвонить здесь там потому что в помывочной тоже я бывало находил золотое кольцо был такой случай так что как вариант вот смотрите видите яма здесь свое время что-то было иногда бывает дымовая яма и вокруг у нее вот такие вот тоже ямы от бани наверно царая там еще пристрой то есть основная дымовая дымовая яма которую нужно шурфить это всегда первое от улицы позади нее уже смысла дымовых ямах ничего искать нету потому что зачастую это погреба сарай бани так что мотайте на ус ладно сейчас посмотрим может быть будем заканчивать время у меня подходит к своему завершению вышла сегодня просто свободное время оказался и решил запилить видосик и покопать вместе с вами думаю не осудите что находок нихрена у нас сегодня нету ладно возвращаемся хотя надо вон туда может заскочить посмотреть чуть такой там непонятного характера оба чуть такой там какой-то еще один сарай который обрушилась крыши а не будем к нему сходить о чуть такое вот эту хреновину наверное тяжело весит если это железо металл то я наверное его присвою дабы хозяева у него нету итак ребят на этом я буду заканчивать сегодняшний выход получился он себе не особо интересный не особо увлекательный ничего такого дорогого сверх естественно нас сегодня не было за исключением чего была пуговка гирька как вы знаете пуговки гирки это у нас пуговицы от кафтана 16 17 18 век в общем в принципе по прошлому копу в этом же доме я поднял деньгу 1748 года видно на пуговка именно с того времени ну а в целом что еще хочу сказать смотрите мои видосы возможно вам фортанет больше чем мне и вы поднимите тот свой серебряный или золотой клад так что смотрим учимся интересуем возможно кому-то и пригодится так что все да кстати ямку я за собой закопал которую копал здесь вот вот на закопанная яма это для того чтобы вдруг какой-нибудь комрад вроде меня туда не окажется и не поломает себе какие-нибудь органы а также сберегем наших бомжов которые лазят по таким местам так что все пока а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok